Дома всегда хорошо, но иногда хочется чего-то особенного, а не как обычно. Почему бы и нет? С картой беспроцентной рассрочки «Совесть» вы можете порадовать себя чем-то вкусным и поделиться радостью с близкими. Тем более, что счет можно разделить на несколько месяцев и оплачивать частями без переплат. А с дополнительной платной опцией «Десятка» срок рассрочки увеличится до 10 месяцев. И так можно в ресторанах, кафе и даже при заказе через сервисы доставки еды. Живите со вкусом! А перед просмотром не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы получать оповещения о новых видео. Номер 7. Эти двое сменщиков решили вызвать некого духа в отражении зеркала. Они повторяли нужные заклинания, чтобы этот демон, как правило, должен появиться в отражении. Такие игры с духами и у нас не редкость. Еще в старину люди играли с такими вещами, вызывая чертей всяких, и пытались заглянуть в будущее, увидев своего суженного ряженого. Но истина в том, что подобное дело почти всегда имеет свои последствия. В этом видео появляется некое жуткое лицо, отразившееся в темном окне. Это то, что парни заказывали, и он, демон, пришел. Номер 6. Странное потустороннее белое существо заснято на этой фотографии. Мне неизвестно, когда и кем был сделан этот снимок. Может быть в 70-е или 80-е года прошлого столетия. Мы видим дом и двоих строителей на лестницах, которые что-то заколачивали. Ну а чуть правее от нижней части фото, на земле, стоит длинная, странная фигура в белом и местами в коричневом одеянии. Этот призрак похож на монашку в белом. Автор данного фото говорит, что никаких монашек во время строительных работ не было и не могло быть. Как вы думаете, что или кто это на снимке? Номер 5. Это видео снято зарубежными блогерами в какой-то заброшке, скорее всего, похожую на бывшую больницу. Они осматривают здания и разные вещи, которые им попадаются на пути. В один момент оператор в конце темного коридора услышал странный шум, что привлекло внимание всей группы. Парень начал подзывать неизвестного. Но в один момент происходит нечто, от чего группа исследователей в страхе бежит из здания. Приближаем эти кадры. Что-то вылетело из дверного проема. Можно сказать, кто-то кинул этот непонятный предмет. Хотя в комнатах никого не должно быть. Ребята не стали выяснять, что к чему и помчались прочь из этой заброшки. Номер 4. Италия. Церковь. Оператор случайно заснял некую темную тень, которая молниеносно проскользнула перед камерой. При замедленном видео мы видим, как это нечто вышло из стены или появилось рядом с ней из ниоткуда. У оператора не было никакой реакции. Это значит, что сущность он увидел только после просмотра отснятого им видео. Или видео может быть подделкой. Например, поверх оригинала видео наложили футаж бойца тень из Mortal Kombat. Ну или типа того. Номер 3. Насчет этой записи мне тоже ничего не известно. Где и при каких обстоятельствах оно было снято. Ясно одно. Автор установил камеру неспроста в этом доме. Видимо, хотел поймать полтергейста, который поселился тут. Камера записала некое жуткое и черное существо, которое не имеет лица и других четко видных очагов. Номер 2. У этого парня из Мексики в доме поселилось нечто пугающее. Призрак, который начал методично наводить ужас на оператора. В доме начинают двигаться и падать без видимых причин предметы. Также слышен лай собаки. Так как животные часто видят и чувствуют потусторонних существ. Видео происходит два ключевых события, которые пугают не только самого автора видео, но и зрителей. Первое – это тихий, поющий песню «Голос женщины». Это жутко, согласен. Но второе событие – это очень жутко. Дistä че. Тихий, поющий. Ahí se movió el patín, ya Ahí está Ahí está Dios Dios, hasta cae el peluche Me dijeron que no tuviera miedo, que no era mal Sigues aquí con nosotros todavía Me dijeron que la niña Esa niña hermosa que vi en el sueño Que me dio el peluche para que yo me curara Dios santo Dios, dijo hola Estás Yo, no queremos hacerte daño Eres esa niña Esa niña hermosa que me dio el peluche Estás aquí con nosotros, conmigo Dios santo, no, no, no Dios santo Voy a seguir corriendo perros por mis hijos Estás perdida Ocupas algo, necesitas algo Dime, si yo puedo ayudarte Con gusto lo haré Ocupas algo Ahí estás, necesitas algo Dijo su mamá Dijo su mamá Dijo su mamá Dice Dios Si te escuché Te escuché que ocupabas A tu mamá No sé en qué más No sé cómo ayudarte Hay alguien que viene conmigo Que te va a poder ayudar Voy a cerrar la puerta Para venir con esta persona Para tratar de ayudarte Ok Dios, cómo pudieron oír Así está aquí la niña Es una niña chiquita Tratando No sé, tengo miedo La verdad Tratando Los cienciazos me dijeron Que pudiera Invocar Voy a abrir la puerta No te voy a hacer daño No quiero que me hagas daño Oye, quieres a tu mami Trataremos de hacer lo posible Si tú eres Dios Santo Dios Dios Dijo No 1 Эта фотография сделана в региональной тюрьме Маунтсвиль, Западная Вирджиния. Маунтсвиль был построен в 1866 году. В этой тюрьме содержались самые опасные преступники Америки, убийцы, маньяки и насильники. Само здание пропитано жестокостью и смертью, так как тут происходили убийства, самоубийства и казни. В этой тюрьме когда-то содержался один из самых известных маньяков за всю историю США Чарльз Мэнсон. Автора снимка зовут Полли. Когда она делала этот снимок, в коридоре девушка была абсолютно одна. Полли является членом группы по исследованию паранормальных явлений, которая приехала в это здание на охоту за призраками. Тюрьма Маунтсвиль является местом, где происходят паранормальные и необъяснимые явления.